Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу как настроить выгрузку статистики из рекламного кабинета Facebook в Google таблицы. Для начала необходимо создать новую связь. Теперь необходимо указать систему источника данных Facebook. Далее необходимо указать действие. Я рекомендую выбирать действие по дням для того чтобы выгружать статистику один раз в сутки за предыдущий день. Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Facebook. После того как подключенный аккаунт отобразился в списке кликаем продолжить. Теперь необходимо выбрать рекламный аккаунт и период выборки за вчера. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите тестовые данные по одному из дней. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Google таблицы. Выбираем систему приема данных Google Sheets. Выбираем действие. Добавить строчку. Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц. После того как подключенный аккаунт отобразился в списке кликаем продолжить. Теперь необходимо выбрать файл и лист на которые будут передаваться данные по статистике из рекламного кабинета Facebook. После выбора у вас отобразится список колонок Google таблицы, в которые вы можете передавать данные из Facebook. Если вы заранее давали название этим колонкам, то они отобразятся в скобках напротив каждой из них. Для того чтобы назначить переменную из Facebook в колонку Google таблицы, необходимо в нее кликнуть и из выпадающего списка выбрать необходимую переменную. После того как все необходимые данные назначены в колонки Google таблицы, опускаемся в самый низ страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите какие данные из Facebook вы назначили в колонке Google таблицы. Для того чтобы проверить корректность настройки связи, опускаемся в самый низ страницы и кликаем отправить тестовые данные в Google Sheets. Теперь можно перейти к вашей таблице и листу для того чтобы проверить результат. Если у вас все устраивает, возвращаемся в личный кабинет Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление связи и выбрать интервал срабатывания один раз в день. На этом все, желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...